В здании Ярославского районного суда некоторые из них пробираются словно диверсанты. Появлению видеокамеры подсудимые, а их 12 человек явно не рады. Всех обвиняют в крупной краже нефти. Совершено течение нефти продуктов около 5000 тонн, нефти, точнее нефти продуктов, на сумму свыше 40 миллионов рублей. Течение совершалось из нефтепроводов Сургут-Полоцк, Кухта-Ярославль, проходящих по территории Ярославского и Габилл-Лемского районов. Пойти на столь рискованное дело поступок, конечно, смелый. Правда, сегодня показывать смелость предприимчивые мужчины уже не желают. За пять минут до начала заседания в зале лишь адвокаты и двое подсудимых. Последнее к общению не расположено. Как оказалось так, что попали под следствие и потом в дело в суд передается? Не хотите пообщаться? Согласно материалам дела, схема откачки черного золота была незамысловатой. Подсудимые вварили в нефтепровод трубу. По ней достояние России утекало налево. Естественно, осуществить задуманное было невозможно без прикрытия со стороны правоохранительных органов. Организованная группа почти наполовину состояла из сотрудников силовых структур. При этом один из членов преступного сообщества занимал руководящий пост в структуре областного ОВД. Свою вину некоторые из подсудимых признают лишь частично. Остальные с доводами обвинения не соглашаются. Документы, которые представлены в введении, на наш взгляд, не доказывают факт хищения. Сама потерпевшая сторона не заявляет о том, что у них было совершено хищение. По крайней мере, их внутренним аудитом, их внутренней проверкой факт хищения не был подтвержден. Среди подсудимых есть и сотрудники службы безопасности. Они трудились на предприятии, осуществлявшем транспортировку углеводородов. По версии следствия, украденная нефть продавалась в соседних областях под видом нефтепродуктов. Куда шли вырученные деньги, неизвестно. Сегодня в суде слово получила сторона обвинения. Завтра планируют выступить защитники. В этом деле более 50 томов. Судебное разбирательство длятся уже почти два года. Некоторые участники процесса уже услышали приговор. В ближайшее время суд решит судьбу оставшейся 12. Дергий Ковчин, Сергей Мазилов. День в событиях.